Всем привет! Продолжаем изучать Spring. Решил записать небольшое видео с целью в очередной раз пролить некий свет. Так сказать, погрузимся еще глубже. Итак, если помните, когда мы работали с моделью, я говорил, что существует некоторая GPA. То есть существует некоторая спецификация, которая описывает, каким образом наши объекты отображаются в таблице. Также я говорил, что нам нужна некоторая спецификация. И Spring, нам нужна некоторая реализация. И Spring, что делал? Он поставлял нам по дефолту хиберней, то есть реализацию GPA. Откуда вообще берется GPA? GPA значит, существует некий совет. И он эти спецификации штампует. Вы тоже, кстати, можете вступить в этот совет. Конечно, придется пройти непалый путь, чтобы вас воспринимали всерьез. Но, в принципе, вы можете, если хотите. Так вот, что здесь важно понимать. Вот этот совет выпускает некоторую спецификацию. И он описывает некоторые общие вещи. Например, вот Entity, вот ID, вот Generate Value. То есть, любая реализация, например, данная... Любой фреймворк, который хочет реализовать данную спецификацию, должен реализовать следующие, например, аннотации, чтобы они работали. Но, 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 но... Обычно любой фреймворк также добавляет свои, свои аннотации. Вот я здесь привел пример. Смотрите, вот Min, то есть, это у нас аннотация, которая производит некоторую валидацию. Как это на практике, мы потом говорим. Здесь я хочу показать, что существуют некоторые, скажем так, аннотации, которые не привязаны никакой реализации конкретной. То есть, вот мы можем увидеть Java, X, Validation. То есть, когда вы увидите вот эту надпись, то знайте, что это, скажем так, общая аннотация. Вы можете использовать другие реализации, другие реализации JPA. А вот, например, если вы использовали бы Credit Card Number, это уже, смотрите, Org, Hibernate, Validator, Constraint. То есть, здесь уже какая-то конкретная, вот, какая-то конкретная особенная фишка именно Hibernate. Соответственно, чем больше вы используете конкретных особенностей какого-то фреймворка, тем сильнее вы к нему привязываетесь. Поэтому привязываться к фреймворку по-хорошему, да, можно только в одном случае. Если он нереально хорош, что у него огромная комьюнити, что он не потеряется через два года. В других случаях вы должны максимально избегать вот эти конкретные аннотации, конкретные решения, и использовать только те решения, которые предлагает нам спецификация, которую реализуют все фреймворки, которые хотят реализовать данную спецификацию. Теперь, теперь, теперь смотрите, где можно все это дело посмотреть. Вот, вот существует Java Community Process, то есть, то, где вы можете посмотреть спецификации, то, где вы можете вступить в разработку этих спецификаций. Вы можете конкретно вот на этом сайте, например, поискать спецификацию, а можете зайти на сайт Java.ee, и вот здесь есть некоторый список сразу. Технология и конкретная спецификация. Спецификация, то есть JSR, то есть, как здесь написано, Java Specification Request. и здесь какой-то номер. И скачать, и почитать ее. Обычно PDF, ничего особенного. Также я вам хотел показать, что вот, например, у GPA, вот у нее есть спецификация, но у нее есть несколько реализаций. Вот смотрите, Hibernate, Toplink, Eclipse Link, Apache, То есть, перед вами все время будет стоять выбор привязываться к конкретной реализации, использовать конкретные решения, или все же использовать только то, что прописано спецификацией. И благодаря этому, еще раз, вы можете бесполезно прыгать с одной реализации на другую, если вы будете использовать только то, что прописано в спецификации. Теперь что насчет спринга. Вот один из минусов спринга, это то, что по большому счету вы именно привязываетесь. Вы привязываетесь к конкретной реализации, вы привязываетесь к конкретным решениям. Но, с другой стороны, спринг, он просто огробен. Если вы разрабатываете что-то веб, что-то веб на Java, то вы с очень большой вероятностью будете делать это на спринге. То есть вы будете работать в экосистеме спринга. И у спринга присутствует огромное сообщество, оно активно развивается. Поэтому вот на данный момент не будет ошибочно взять и использовать спринг и использовать его конкретные решения. То есть спринг, это у нас получается некий монолит. Альтернативой этому подходу присутствует Java EE. Java EE. Java EE. То есть вы пишете свой проект согласно, только, только согласно спецификации. Благодаря этому вы можете менять некоторые реализации. Из других языков, вот из тех, что я видел, например, это ярким примером для меня было бы это то, как клажурой работает с вебом. То есть в ней, вот если вы хотите работать с клажурой в вебе, вам придется подбирать каждый инструмент вот для каждой задачи. То есть вам нужно искать библиотеку для роутинга, библиотеку для работы с базой данной, библиотеку, как вы хотите работать с темплейтами шаблонными, то есть с вашими страничками. То есть вы должны будете собрать, скажем так, ваши решения, нужные вам решения и скомбинировать их. в отличие, в отличие от того, как работает спринг. Так что, так что вот, выбор всегда за вами. Но спринг, вот на данный момент, повторюсь, еще раз, не является ошибкой. See you next time!